Мы вот здесь вот первый раз. Нам очень нравится. Я имею в виду, она первый раз. Вот она смотрит, ей все интересно. Маленькая еще? Ева. Я думаю, что ей нравится, судя по ее виду. Клёп, держи. Ой, молодец. Собаки в моей жизни присутствуют на самом деле очень давно. То есть с детства я тоже всегда находилась с собаками. Но буквально 4 года назад я попала в муниципальный приют и поняла, что помощь собакам нужна очень-очень. И если мы им не поможем, им не поможет никто. Так я стала ездить и стала волонтером. Помогала собак кормить, выгуливать. Помощь там нужна была всегда. Сиди, сиди, сиди. То ли нам плюс один, то ли как. Покажи кого-то за. Покажи, кого-то за. Голядка полечку. Симайчик, правильно. Сиши, сиши. Ты будешь... Пить? Давай, давай, мой хороший. Собаки ходят с нами на работу. То есть у них такой же рабочий день с утра до вечера. Они находятся с нами в кофейне. У меня сейчас четверо своих собак. И так как они тоже устают, поэтому у них бывают выходные. Ходят они по очереди. Обычно по двое ходят со мной на работу. В следующий день, соответственно, идут двое других. У нас мальчик. Ну, Люська, а ты-то чего? Нет, это мои собаки. Мне показывалось, как. Пошли, видео снимать. Ходят и с собаками, и без собак. То есть люди знают, что в кофейне один-два животных у нас всегда находятся. Они знают, что можно прийти с ребенком, погладить наших собак, сфотографироваться. Уже знают, что у нас есть всегда для них лакомство. Тоже покупают, угощают наших животных. Переодеть платье, переодеть. Да не стоит. Так что я и так куплю. С Викой закончился кафешечкой с переборками. Прям пункт, что работа с собаками. Меня это заинтересовало, зацепило, и я пошел сюда. И вот мы уже месяца, наверное, 3-4 уже работаем, и квартира целая, и работа хорошая. Да и кафе целая, потому что здесь все время кто-нибудь его отвлекает, все его тискают, его выматываются, самая ток красовая энергия полностью поглощается. Аккуратно. Они могут порычать друг на друга. Это нормально для собак. Это они всего лишь знакомятся, показывают и пытаются установить иерархию в стае. Все равно новые лица, новые запахи. Бывают разнополые собаки, неважно стерилизованные или нет, это тоже влияет. Но они, по крайней мере, сталкиваются с другими собаками, другими породами, другим поведением. И это очень полезно. Собака учится. Керамические чашки он изготавливает при доброй силе. В приюте содержатся эти и другие животные и, соответственно, от продажи. Поэтому в данный момент все больше спорчат, чем у нас плавка. Такая вот мисочка. Уникальный еж. Что-то нам люди изготавливают своими руками. Людям есть чему поучиться у собак. Собака никогда не сделает плохо. Никогда не обманет и не предаст, что нельзя сказать о людях, к сожалению. И это кафе объединяет. Даже если у людей, у кого нет животных, очень советую сюда приходить. Всегда можно пообщаться с собачками и с работниками. И также у посетителей, как правило, все собачки очень милые, приятные. И никогда не против, чтобы их погладили и пообщались. Ай-ай-ай! Ай-ай!